всем привет дорогие друзья вы на кулинарном канале denbest и сегодня мы будем готовить очень классное вкусное блюдо венгерское называется бограч значит что нам понадобится примерно килограмм свинины здесь у меня уже порезали вот на такие кубики 2 помидора копченая грудинка 5 зубчиков чеснока паприки паприки понадобится так нормально больше столовой ложки две луковицы одна большая меня другая чуть поменьше 2 морковочки вот таких картофель болгарский перец красный зеленый и перец чили ну будем использовать половинку ну и соль перец по вкусу и так полетели так картофель нарезаем на кубики кому как удобнее я буду нарезать на вот такие вот мелкие чтобы она быстрее приготовилась вот таким вот образом ну и также со всем картофелем в общем весь наш картофель нарезали вот на такие кубики дальше мы его замочим пока он нам не нужен и пусть будет стоять пусть стоит воде шум не потемнел так теперь нарезаем морковочку морковочку будем резать не сильно мелко потому что тушиться она у нас будет долго нарезать будем на вот такие вот полукольца четвертинки вот такими вот кустами она тушиться будет долго чтобы она не превратилась у нас в кашу то есть вот таким вот образом вот так вот теперь нарезаем болгарский перчик зелененький так вот и будем нарезать соломкой косточки естественно удалим вот такой вот соломочкой также поступим и с красным перчиком теперь будем нарезать перец чили будем использовать половинку ну кто любит поострее можно использовать конечно и весь нарежем просто на обычные можно перерезать кому как нравится лучок нарезаем на обычные полукольца вот таким вот образом не сильно крупно и не сильно мелко как бы средненько вот на такие полукольца с чесноком поступим следующим образом возьмем его и просто вот так вот раздавим ну и так вот можно его еще порубить грудинку нарезаем обычными кубиками кому как нравится нужно в принципе и целыми положить ну мы разрежем вот на вот такие кубики вот таким вот образом так приступаем приготовлению добавляем бекон берем казан ставим на газ и добавляем наш бекончик порезанный обжариваем немного вытапливаем жирок обжарили наш бекончик до золотистой корочки можно еще добавлять сало потом сало выпарить жирок и шкварочки можно убрать но мы вместо сала взяли копченый бекончик будет очень вкусно теперь добавляем лук отправляем туда наш лучок и хорошенечко перемешиваем обжариваем минутки две-три чтобы наш лук немного размяк он в дальнейшем будет сушиться и превратиться можно сказать пасла даст весь вкус нашему блюду две-три минутки и добавляем морковочку так прошло у нас минуты может три-четыре морковочка морковочка говорю лучок у нас размягчился стал мягенький добавляем морковку и так же обжарим три-четыре минуты так помидорчики будем нарезать кубиками меленькими предварительно мы их ошпарили кипятком и сняли кожу то есть просто обычными кубиками можно добавлять томатную пасту но я люблю добавлять вот именно помидорки то есть вот такими кубиками меленькими тогда оно все превратится после нашего тушения просто в пасту томатную вот такими вот кубиками так прошло у нас минутки четыре наша морковочка уже стала мягенькой и добавляем паприку где-то больше ну у нас тут точно больше столовой ложки где-то полторы может даже и две она даст нам сладость и даст нам очень классный сочный яркий цвет все хорошенечко перемешаем и будем добавлять наше мясо хорошенечко все перемешали нашу паприку и добавляем мясо обжарим его буквально две-три минуты так мяско у нас обжарилось может пять шесть семь минут добавляем нарезанный перец красный болгарский зелененький и сразу острый хорошенько перемешиваем и ждем обжариваем тоже минутки три чтобы перчик наш размягчился немного прошло у нас пару минут перчик наш размягчился добавляем чесночок и добавляем помидорки и и протушим все это дело мы минут пять прожарим добавляем соль и и добавляем черный перчик смотрите по вкусу тому сколько на данном этапе на данном этапе можете вместо помидор если у вас например нет помидор добавить томатную пасту тоже будет не менее вкусно добавляем воды чтобы вода покрыла мясо ну то есть примерно вот столько то есть все у нас получается покрыто водой и тушим вот в таком состоянии два часа в принципе бограч можно ассоциировать как первое или второе блюдо то есть если добавить больше воды ну в течение вот тушения подливать еще воду она будет испаряться то это будет вкусный наваристый классный обалденный супчик ну а если выпарить почти всю воду это будет классное обалденное второе блюдо мы будем делать его как второе блюдо по рецепту в бограч идет мясо говядина ну я использую свинину мне больше вот импонирует свинина то есть вы можете делать из говядины из баранины из свинины то есть любое мясо можно в принципе использовать и так наше мясо уже протипело примерно час сорок час пятьдесят водичку один раз я подливал так как выпарилась добавляем картошку теперь и вся остальная наша вода до приготовления картофеля она у нас из добавили картошечку и теперь протушиваем до готовности картошки ну вот бограч уже готов насыпали в тарелочку то есть мясо у нас распадается мягенькое смотрите распадается просто уже на волокна и в конце добавляем петрушки есть у кого свежие добавляйте свежие у меня мороженое немного петрушечки и укропчик всем приятного аппетита спасибо что досмотрели до конца подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайки также подписывайтесь на наши социальные сети всем спасибо всем пока всем пока спасибо 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 спасибо